ДИЗЕЛ Какие-то кристаллы организовали выезды для болельщиков. Поездку отправились в 11.30 утра на двух автобусах, хотя народу было человек 50. Еще примерно десяток поклонников нашей команды приехали своим ходом. В автобусе вместе с болельщиками ехал председатель РОО Саратовская областная федерация хоккея Александр Геннадьевич Силкин и генеральный менеджер «Кристалла» Вадим Анатольевич Молотилов. Едем за победой. Принципиально соперник. Перед этой игрой постараемся получиться немного. Даже взяли игрока бывшего пензенского игрока Андрюха Кузьмина. Поэтому попробуем сейчас, попробуем выиграть. Примет есть такая. Нельзя загадывать результат заранее. Нельзя говорить о том, что 100% выиграет. Но постараемся. Едем за победой. Поэтому попробуем выиграть. У нас настроен боевой всегда на каждый матч. Пусть он выездной, пусть он домашний. Но игра покажет, кто лучше настроен в данный момент. Знают ли игроки команды, что приезжают группа болельщиков с Саратова? Вы знаете. Я думаю, они подозревают. Потому что здесь пензен недалеко. И готовятся. Бывает, да, я понял. По дороге на игру команда болельщиков совершила символическую остановку у въезда в Пензенскую область. Кристалл! Сараталл! Кристалл! 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 Сделали фото на память. Кристалл! Кристалл! И дальше в путь. Кристалл! 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 По приезду в Пензу никакого полицейского кордона не было. Да и полиции особо не было. Кристалл! Я стараюсь от removes. И так, до конца, до скорого поля. Кристалл! По приезду в Пензу, до скорого полиции. По приезду в Пензу, до скорого полицейского кордона не было. Я не буду, кристалл! Кристалл! Что за парня? Да и полицейский кордона не было. Все в порядке? Два помощи, парни? От Томска до тверби! От Томска до тверби! Шагаем мы на выезды рекламы. День и ночь! Нам штурм ворот, опять тянет команда, и на полчаса бездельный, а значит нам нужна победа, она на всех мы за сыном не постоим, она на всех мы за сыном не постоим, нас ждет огонь весенний, и все весеннее он. По арене и прилегающей территории был свободный доступ для наших болельщиков. Наши болельщики заняли сектор за воротами. К сожалению, с этого сектора не было видно ближние ворота, плохая геометрия трибуны. Дворец не был заполнен до конца зрителями. Видимо, действительно, пензенский болельщик отвернулся от команды, и реально 70% трибун занимали солдаты артиллерийских войск пензенского гарнизона. Дизель-арена в целом понравилась. А какая разница, какая разница, на каком месте команды, когда встречается Дизель и Кристалл. Друзья соперники, заклятые друзья соперники. В первые минуты игры инициативой больше владел Дизель, однако хоккеистам никак не удавалось забить. Кристалл в ответ организовал опасные контратаки, одна из которых в итоге завершилась взятием ворот. Пензенцы отыгрались через несколько минут усилиями Виктора Терещенко, реализовавшего большинство. А незадолго до окончания первого периода гости получили гол в раздевалку. Шайбу забросил Владислав Воробьев. Это да, то, что я так попробовал спрогнозировать, это произошло, произошло. И не расстались команды на ровном счете. В втором отрезке матча команды обменялись точными бросками. За Дизель забил Александр Дельнов. Здесь сохранили шайбу Дельнов еще раз мощнейшим щелчком. А в составе «Кристалла» шайбу на свой счет записал Герман Нестер. Откох, какая прошла комбинация. Герман Нестеров вихрем ворвался на пятачок. Команды Дизель не уследили за ним. В заключительной 20-ти минутке Денис Цыганов укрепил преимущество хозяев льда. Встреча, состоявшаяся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в воскресенье, 10 января, завершилась в пользу хозяев льда со счетом 4-2. После матча, как правило, состоялась пресс-конференция. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Давайте начнем нашу пресс-конференцию. Ну и для начала слово предоставляется главному тренеру команды гостей, у него Андрею Алексеевичу. Ну что, поздравляю коллегу соперников с победой. Слишком часто мне приходится это делать, хотелось бы пореже. Никуда от этого не денется. Хочу сказать так, скажем, как минимум мы ничего не проиграли, скажем так, в этой игре. То, что со знаком плюс, то, чтобы было видно, что у нас просматривается какая-то игра, мы создаем моменты. Ну, это наше сейчас, скажем так, слабое место. Нам тяжело сдаются голы, потому что тяжело, но пропускаем мы очень легко. Очень. В этом периоде соперники на полумомент, когда шайба оказалась в нашей форте. Поэтому, когда складывается такая ситуация, очень сложно рассчитывать на положительные результаты. Андрей Вячеславович, прокомментируйте. Спасибо за поздравления. Да, я согласен с коллегой, что равная игра. На мой взгляд, у нас тоже было очень много моментов создано. Реализация позволяет желать лучшего. Но я благодарен ребятам, что мы смогли победить. И порадовать болельщиков. Будем готовиться дальше, идти вперед, разберем ошибки, которые предостаточны. И не ступор на нас напал в конце игры, когда мне большинство постерялись настолько, что право в ловушке, так все закончилось. Будет работать. Вопросы? Алисов, как по вашему, передов нету сложного износилия. И вот этим, чем он пошел в команду, там 12 дней, кажется, получилось. Тяжело после перерыва. На пользу нам пошло то, что все-таки праздники. Ребята отдохнули и приехали с хорошим настроением, с желанием. Работали, это чувствовалось. А вот чисто по игровым, по таким перерывским нюансам, конечно, с таким перерывом тяжело входить потом. И до этого был момент, когда мы общались с коллегами, уже они жаловали, что надо идти на этот перерыв в спарринг. Обязательно. Мы провели с молодежной командой. Но все-таки чуть не то. Надеюсь, мы с Андреем Ксеевичем не договариваемся. Может, получится еще сыграть, потому что у нас одинаковый перерыв. Товарищескую игру для подготовки планируют. А так, вот эта поездка последней, которая у нас была, я об этом говорил, что все-таки она нам больше дала, нежели вот эти обстоятельства сложившие для объединения команды. И сейчас давно такого не было у меня. Последний это был Титан, команда. И я к району получал удовольствие от работы. От работы команды-коллектива, которые хочешь сражаться все вместе, все едины. Андрей Алексеевич, у нас сегодня дефицитировал пятерка новых игроков. Как-то прокомментировать их игру, помогли они вам? Конечно, помогли. И те, и то, и то, и то забили все свои головы. Я считаю, что это для нас усилие. 15 января закрывается заявочная кампания. Будут ли какие-то изменения? Да, еще у нас ожидается одно дополнение к команде Губарна. Андрей Алексеевич, у вас команда Будкид изменения? Ну, мы просматриваем сейчас несколько человек. И им решение. Самая интересная ситуация, когда по осени ребят собирали, и я им говорил, ну, сейчас мы никому не нужны, давайте подождем, поработаем. И этот период пришел. Каждый день поступают звонки, когда команды, которые в верхней части таблицы, пытаются спросить ребят на усиление. Ну, мы вот решили, что есть, так и нет, сезон заканчивать и делать свои дела. Вы говорили про Каверский матч. Он будет в эти 9 дней, когда до следующей, да, в нашей серии? Ну, на 15-е число мы как бы договариваемся. Сейчас технические моменты, где, у кого и как. Я надеюсь, поднялось силе. Конечно. Все зависит. Между нами-то, да, все зависит. Ну, как бы от руководства тоже зависит. Спасибо. После игры мы сели в автобус и отправились в Саратов. В целом, выезд болельщиков с целью поддержать команду удался. Получили много позитивных эмоций, пообщались. По дороге решили обсудить возможные варианты на следующие выездные матчи Кристалла. Альметьевс, Казань, Волжс. И решили, что фан-сектор всегда будет стараться поддерживать команду на выездных матчах. Мы надеемся, что в следующих выездных матчах большее количество болельщиков примут участие в поездках. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова